Добрый вечер, дорогие телезрители! Мы продолжаем с вами общение на медицинскую тему. Вы помните, где-то месяц назад у нас была такая экскурсия по Славутичу и вместе с главным врачом нашей больницы мы прошли по некоторым местам, которые имеют отношение к больнице, где мы или каждый из вас лечится, либо мы получили информацию о том, какое у нашей вторичной медицины будущее. Ну а сегодня, после того, как мы уже достаточно подробно, с моей точки зрения, рассказали о первичной медицине, сегодня мы поговорим о вторичной медицине. Так, господин Владыжев, главный врач нашей больницы, для меня это очень важно, потому что я все время называю медсанчасть. Мне делают замечания и хотят, чтобы и я, и вы, дорогие телезрители, поняли, что у нас уже больница, у нас не медсанчасть. Итак, наверное, мы начнем с медицинской реформы. Сколько я знаю, и первичная, и вторичная медицина, они связаны и переходят одна в другую. Вот о первичном мы поговорим, давайте сегодня о вторичной. Ну и первинная, и вторинная медицина, они взагалі завжди были поединены между собой и неразрывные. Ну вообще раньше даже и не делили на эти вещи. Была единая медицина. Да, была единая медицина. Зараз почему она разделилась? Потому что у нас идут певные этапы медической реформы. Чем они повязаны? На реализацию, как мы сказали с вами, 49-й статті Конституции Украины, где продекларовано безоплатное медическое обеспечение наших граждан. На эту реализацию в 2017 году Верховной Радой был принят закон, закон про государственные медические гарантии, в котором было четко прописано этапность медической реформы и те певные пункты, за которые государство несет свою ответственность в рамках этой 49-й статті Конституции. То есть четко прописаны пакеты, гарантованное то, что государство гарантует как безоплатное. Наразі мы имеем первый этап, пройденный уже. Это первая медическая помощь. Он был реализован с начала 2019 года. И так же в рамках этого закону четко прописано, что первая медическая помощь есть безоплатная. Там также прописаны четко те пункты, которые есть безоплатные. Это работа лекаря, певный набор анализов, вакцинации и так далее. В 2020 году на нас ждет реформа вторинной специализированной медической помощи. С урахованием того, что бюджетный процесс сложный в нашей стране, Министерство охраны и здоровья вместе с НСЗУ приняли решение, что реализация этого пункта вторинной медической помощи будет происходить с 1 квотня 2019 года. А на первые три месяца 2020 года так же будет выделена субвенция. Субвенция медическая, как и раньше, которая будет обеспечивать надание вторинной помощи. В чем полягаев отличие того, что было и то, что будет? Меняются механизмы финансирования вторинной медической помощи. И через этот механизм полностью полностью изменяется вся схема надания помощи. Первое. Есть певные этапы. Чтобы мы могли надавать вторинную медическую помощь, заклад медичный должен отвечать к определенным критикам. И пройти певный этап. Первый этап – это автономизация. То есть, заклад должен стать предприятием. Это мы пройшли минулого года. Второй этап – это компьютеризация. Компьютеризация полностью всех всех отделов, всех подразделов. Потому что финансовый гарант и финансовая реализация всей этой реформы выполняет не Министерство охраны здоровья, а Национальная служба здоровья Украины. Грубо говоря, это гаманец, который платит гроши за все медические услуги, которые будут надаваться. И вот для того, чтобы общаться с этим гаманцем, мы должны иметь компьютеры, потому что они общаются только в электронном виде, как это сейчас есть с первинкой. Никаких паперовых документов нет вообще, только через компьютеры. Поэтому, если наши пациенты заходят к лекарям, они могут подождать, что у каждого лекаря стоит персональный компьютер. И что мы общаемся с пациентом вот так вот, а все это заносится, должно заноситься не только в карточку в амбулаторную, но и в компьютер. Но карточка все равно остается? Пока еще так. Пока еще так. Так. Проект медично-электронной карты, он еще до конца не реализованный, но он будет реализованный в ближнем время. Третий этап, да, после компьютеризации укладывание договора с Национальной службой здоровья Украины. И тут есть несколько нюансов. Вторая медичная помощь будет закуповывать Национальной службой здоровья Украины, как послуга. Это будет окременно пологи. И этих пакетов достаточно много. Серед них есть приоритетные, за которые Национальная служба здоровья Украины в 2020 году будет сплачивать большую культуру. То есть коэффициент будет в два, а то и в три раза больше, чем на обычном. Мы проанализовали эти послуги, которые мы можем надавать, в тих пакетах, которые уже предоставили Национальная служба здоровья Украины. И есть пакеты, которые мы можем надавать, а есть, которые мы не можем. Потому что до каждого пакета есть определенные требования, которым мы должны отвечать, и в плане персонала, и в плане обладнания, и так далее. И внаслідок этого, мы должны пристосоваться до этого всего. Внаслідок этого у нас сейчас и есть несколько идей в плане того, как изменить структуру нашей лекарни, чтобы мы могли в рамках этих пакетов послуг надавать допомогу. Маленький вопрос. А мы обязаны это согласовывать с Черниговским округом, в состав которого мы входим, я так понимаю, по-любому? Так. Постанова Кабмину нас относит до Черниговского госпитального округа. Тут есть несколько нюансов. Первый нюанс в том, что, прежде всего, мы в автономизированной лекарне. Так. У нас есть свой властник. И нам, известно, никто не может диктировать, какие именно отделения у нас должны быть. Мы можем тут делать, ну, почти все, что заманится. Это украинский центр медической допомоги. Можем это сделать. Но вопрос, откуда идут деньги? Мы понимаем, что несколько джерел финансирования может быть в нашей лекарне в этом плане. Первое джерело – это Национальная служба здоровья Украины. Но она работает только в рамках пакетов послуг. Но она будет работать через округа или будет работать напрямую? Она напрямую работает с лекарней. Лекарней. Никаких посредников между лекарней и НСЗУ не имеет и не будет. И это правило, которым они керуются. То есть эти вопросы о том, что нас там видят в этом госпитальном округе в лекарне планового лекарства – так. Это только может ограничить количество пациентов, которые до нас дойдут. Так. Таким образом, они уменьшают наше финансирование. Опосередкованно, не напрямую. За счет маршрутизации пациентов. Так. Но они не могут нам диктовать, какие виды допомоги мы можем надавать и так далее. Если так количество пациентов, которые до нас дойдут, будет за счет национальной службы здоровья, которые будут оплачивать, будет достаточно для нас, для обеспечения певных функций, мы будем их обеспечивать. Так. Иншим джерелом финансирования – это наш властник, это громада. Місцевая громада. Да. Місцевая громада, которая через Раду будет нас финансировать. Так. За счет податков. Третий джерелом финансирования – это, возможно, внешние инвесторы какие-то. Пошуков, которых может быть. Або грантовая допомога, або еще какая-то. Тобто, другие джерелы. Главные два джерела – это национальное службы здоровья и громады. И третье джерело – это, как я говорю, не постоянное джерело. Это запозичение денег у инвесторов. Багато мы уже слышали и в социальных мережах, что тут у нас есть план А, план Б. Так, он у нас есть. Мы должны готовиться и к оптимистичным событиям, и к песимистичным. Наразі мы будем оптимисты. Наразі мы изменяем структуру для того, чтобы в рамках того персонала, который есть сейчас, и дать большее обеям допомоги. Мы хотим включить, например, социальную медичную допомогу людям, которые не могут сам себе обслуговывать. Да, скорее всего, это будет какой-то час, а может и постоянно за кошти самих пациентцев. Но это нам дает возможность сохранить персонал и даже немного расширить обеям услуг для наших жителей города. Что касается нашего госпитального крови, еще раз повторю, это их бачение. И мы можем посвящаться с этим, и даже официально, через Департамент охороны здоровья, через участие. То есть мы имеем право голоса и право на свою точку зрения? На жаль, в Раде госпитального округа у нас лишь три голоса, они пропорционно делятся в зависимости от количества населения, а у нас лишь три голоса. И лишь наше бажание не сможет какую-то коренную смену сделать в распределении этих званий лекарей. То есть лекарня планового лекаря, лекарня первого уровня, лекарня второго уровня. На жаль, мы попали в такой госпитальный округ, в котором есть областный центр, в котором уже много лекарей. Так, даже для Чернигова этих лекарей забагато. И они много профильные, и в них есть много обладнания, и много персоналов, специалистов. То есть нам конкурировать с лекарями города Чернигово очень сложно. И я скажу, что мы можем намагаться это делать, а уже, как то говорят, будет это день, никто не знает. Для реализации плана А, я так понимаю, в любом случае нам понадобятся какие-то дополнительные деньги от местной громады. Мы можем сейчас уже говорить о суммах, ну я имею в виду, вот именно привилегированный план, чтобы, ну по большому счету, практически сохранить медицину, может быть, чуть-чуть уменьшив в том объеме, который она раньше была. О каких суммах идет речь? На данный момент я не могу точно оприлюднити эти суммы, потому что мы еще не имеем медичных тарифов, затвержденных государственным бюджетом Украины. Ну Полтава же как-то проводила эксперимент? Или они не передали? Они, пилотный проект, проводился в рамках медической субвенции. Тобто грошей в них было столько, сколько было у всех инших. А, так. Но механизмы работы были другие, поэтому там есть лекарные, которые вообще ничего не получили, а есть лекарные, которые больше денег получили, и, то есть там же пошел оранжир. А мы сейчас говорим о том, что реформа, она была придумана таким образом, что будет определенный период перехода, и не можно, как руководители Министерства понимают, что не можно сразу так вот ризко повернуть эти рейки и перейти на другую форму. Поэтому в 2020 году будет такое понятие для лекарной, как глобальный бюджет. Так, бюджет, то, что будет выплачивать НСЗУ, будет складывать из двух частей. Глобальный бюджет, то, что мы заработали. В 2020 году будет 60% глобального бюджета и 40% того, что мы заработали. Что такое глобальный бюджет? Глобальный бюджет выраховывается таким образом. Берутся наши статистичные данные по количеству, скажем так, випадков, проликованных за 2018 год и умножаются на те тарифы, которые будут подтверждены. С урахованием складностей, коэффициент складностей, как у каждой группы диагностичной, и умножаются на 0,6, потому что это 60% в поведении. Все остальное 40% – это то, как мы будем работать. Будет зависеть от наглости пациентов, от качества, от складностей и так далее. То есть в следующем году здесь можно сохранить какую-то пропорцию. И если будет помощь нашей громады, то сохранить почти все услуги, а может даже и немного больше за счет пациентов, або за счет громады, расширить обсяг послуг и сберегать персонал в том виде, в котором он есть. Это, что касается 2020 года. В 2021 году будет 50 на 50, в 2022 году будет 40 на 60, и потом все это будет лишь за заработленные деньги. То есть какой-то переходный период в протяжении трех лет для вторинной медицины будет. То есть это не сразу так взяли, переключили и все. Там есть определенные механизмы, обеспечивание социальных, скажем так, непорозумений. В таких маленьких местах, как у нас. Но мы должны понимать, что за эти три года мы тоже должны адаптироваться под эту систему. И как нам говорит и Национальная служба здоровья, и МОЗ, мы должны искать свои сильные стороны, их развивать и отмечаться от того, что нас тягнет до них. Поэтому у нас есть на это три года. Я понимаю, что оптимизм главного врача и оптимизм коллектива – это разные могут быть вещи. Ну, главный врач смотрит там далеко, он высоко сидит, он видит далеко. Непосредственно люди, которые работают в больнице, у них может быть, ну, не такой оптимистичный взгляд. Вообще, не грозит ли нашим медикам какое-то сокращение, ну, вот после 3 апреля, насколько я понимаю? Я надеюсь, что не будет. Скоро, что нет. Есть определенное понимание с стороны нашей влады, что нам нужна помощь. Так, в каком размере эта помощь должна быть, то уже мы будем потом… По мере поступления проблемы. Так, все правильно. Так, было несколько разговоров с коллективом. Мы готовились, я маю на увазі, было несколько нарад, с первого того, в какие пакеты послуг мы можем войти, так. Каким образом нам змінить свою структуру для того, чтобы отвечать критериям и быть более конкурентным. Останная встреча моя была, ось, в понеделок была встреча, где я более широко уже рассказал, что нас ждет следующего года. В принципе, я считаю, что коллектив, ну, все, как минимум, задумались над тем, что им нужно. Ну, задумался это еще главное, паники, паники нет, я так понимаю. Паники я не видел в очах. У меня лишь был один, как то кажут, вимога для нашего персонала, про то, что мы должны измениться в середине тоже самим. Потому что меняются внешние чинники, в которых мы существуем, и мы должны себя пристосовывать к этих изменениям. То непростуюсь, не пристосуются, то и не сможет выжить. И изменения должны начаться с нас самих. Мы должны работать с нашими пациентами так, чтобы это было качественно. И что в разе, если у пациента выникнуть в будущем какие-то проблемы, то у него было уважение отримать допомогу самим в наших лекарствах, а не десь іншим. Хороший вывод остается, наверное, только сказать словучанам. Ну, там комментарии были к нашей прошлой встрече о том, что упирались на том, что у нас бесплатная медицина, 49-я статья и так далее. Что мир, к сожалению, немножко изменился. И, наверное, это особо тяжело людям старше 60-ти, старше 70-ти воспринимать. Но, к сожалению, именно так. Изменяется мир, изменяются наши взаимоотношения с медициной. Тема, на которой мы сейчас с вами говорили. И надеюсь, что у нас будет реализован все-таки план А, а не мы будем переходить на план Б. Реформа построена таким образом, что пациент должен понимать, что их семейный лекарь или лекарь-терапевт или лекарь-педиатр для них есть входным квитком в эту бесплатную медицину, которая будет, которая гарантирована государством. Да, гарантирована государством, да. Это входный квиток для того, чтобы отримать гарантованную безоплатную медичную допомогу в будущем. Тому без декларации цієї и без направления того же семейного лекаря до специалиста, або на обстежение, або на более высокий уровень допомоги, надания, так. Они не смогут этого сделать безоплатно. Тому я еще раз закликаю всех до того, чтобы укласти декларации. Вы большее, лекарь у нас, как тут кажут, вільне, е, е, куда прийти, е, с кем укласти декларацию. Дякую. Ну и в заключение вы сейчас еще увидите небольшой ролик, а мне остается поблагодарить нашего главного врача нашей больницы за такое достаточно объемное интервью. Я понимаю, что мы не смогли ответить на абсолютно все вопросы, если они у вас возникли, но это говорит только о том, что если они появятся. Алексей Леонидович сказал, что мы можем встретиться еще раз и ответить на все ваши вопросы, какие только у вас возникнут. Спасибо большое за интервью. До свидания, до новых встреч. Вітаю. Дозвольте представити вам свою колегу декларацію. Декларація є документом, який надає пацієнту ряд переваг. То давайте знайомитися з декларацією ближче. Головна роль декларації – надати доступ кожному українцю до безоплатних, гарантованих державою медичних послуг. Декларацією пацієнт обирає лікаря первинної ланки, тобто сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. Строк дії декларації не обмежений, хоча варто знати, що ви завжди можете обрати іншого лікаря. Декларація дає можливість отримувати в аптеках ліки за урядовою програмою реімбурсації доступні ліки від серцево-судинних захворювань, астми та діабету другого типу. Адже саме ваш лікар з надання первинної медичної допомоги виписує електронний рецепт на ліки. З 2020 року кожен, хто має декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром, отримає доступ до безоплатних консультацій у вузьких медичних спеціалістів. Декларація є документом, який надає відносинам лікар-пацієнт офіційного статусу. Лікар надає вам медичні послуги, а держава має знати, що саме в цей медзаклад необхідно перерахувати кошти за ваше медичне обслуговування. Національна служба здоров'я України попереджає. Декларація важлива для вашого здоров'я.